Хотелось бы сегодня, братья мои, напомнить нам историю мечети Аль-Акса. Потому что, когда мы общаемся, многие из братьев, многие из мусульман, не знают историю вообще Палестины, какой народ там изначально жил. То есть постоянно на сегодняшний день, помните, когда только начался коронавирус, каждый стал медиком, и каждый там свое какое-то давал заключение и так далее. Сейчас можно видеть, когда смотришь телевидение, кто-то не знает, какую-то там ересь несет и так далее. Кто-то там правильно говорит. То есть много разговоров. И видишь, что мусульмане должны знать историю мечети Аль-Акса и как она значима для нас. Как один журналист сказал в одной арабской стране, что это мечеть Аль-Акса, и как подобно другим мечетям, тысячами, сто тысяч мечетей, он даже не знает, будучи арабом. Говорит, есть мечеть Аль-Харам, мы знаем мечеть пророка, саллаху алейкум ассалям. Поэтому вообще три тысячи лет до нашей эры на этой территории жили арабы, которые туда переселились из Джазират Аль-Араб, из арабского полуострова, из арабского полуострова, из-за причины засухи, голода. Этот кабиля, этот тейп, клан назывался Ягус. Ягус. То есть там жили еще три тысячи лет до нашей эры. И Аллах, Субхану Ва Та'ля, сотворил небеса и землю. Аллах, Субхану Ва Та'ля, Яхлику ма яшау ва яхтар. Аллах создает все, что пожелает, и выбирает, избирает. То есть Аллах, Субхану Ва Та'ля, Ма кана лахум улхира. В Коране Аллах, Субхану Ва Та'ля, сказал, Аллаху яхлику ма яшау ва яхтар, ма кана лахум улхира. Аллах, Субхану Ва Та'ля, создает все, что пожелает, и выбирает, избирает. и у людей, у самих нет выбора, говорит Субханаху ва Та'але. То есть Аллах Субханаху ва Та'але сотворил людей, лучших из людей сделал пророков, лучших из пророков сделал Русуль, посланников, и лучших из посланников избрал Улюль Азми Мина Русуль. То есть пять посланников, о которых мы знаем. Также Аллах Субханаху ва Та'але сотворил земли. И одну землю Аллах Субханаху ва Та'але возвысил на другой, лучше сделал, чем другую. Также Аллах Субханаху ва Та'але сотворил, создал ангелов. Одного ангела лучше сделать, чем другого, как Джибраил, алейхиссалям, землю. И на этой земле самое святое, что есть, это храмы, мечети. Самая лучшая мечеть, храм, это Маджид-аль-Харам, в которой за один намаз мы получаем 100 тысяч наград. Потом идет мечеть пророка Мухаммада, Маджид-аль-Набавы, за которой за один намаз мы получаем 1000 наград. И третья идет Маджид-аль-Акса. Третья, Кибла, мусульман, мечеть Аль-Акса, за которой мы получаем 500 наград. То есть, если человек проживет в Палестине, целый год молится, как будто 500 лет молился Аллаху, это была Кибла еще до мечети Аль-Харам. Мусульмане молились в сторону Аль-Акса, потом пророк Мухаммад, так сильно его сердце было привязано с Каабы, во время намаза он поднимал всегда взор, будучи медийно в небеса, и Аллах и думал о Каабе. Аллах говорит, Мы видим, как ты скучаешь, как ты поднимаешь взор Я-Мухаммад и думаешь о Каабе, и мы тебе повернем в то направление, которое ты хочешь, повернись в сторону мечети Аль-Харам. Но до этого все мусульмане молились в сторону мечети Аль-Акса. Когда Ибрахим, будучи в Ираке, кинули его в огонь, и Аллах сказал, Он приказал огню, О, огонь, будь прохладным и безопасным для Ибрахима, Больше, чем несколько раз хотели убить Ибрахима, против него враждовали. И никто не уверовал в Ираке, в Аллаху, не последовал за Ибрахима, кроме как его супруга и сына его брата Лут. Аллах дал ему выход из этого положения, выбил его из Ирака и направил в сторону баракатной земли, Шам, в сторону Палестины. На этот далиль в Куране есть, и Вишни сказал, Мы его спасли, освободили Ибрахима, и Лута, и направили в сторону земли, которую Аллах сделал баракатной, благодатной для всех миров. То есть, задается вопрос, когда мы читаем Куран, что же за земля эта баракатная? Есть ли такая баракатная земля, она для всего человечества? Это Байт-Уль-Макдис, это именно есть земля, земля Шама, Палестин, Палестина. Аллах именно эту землю избрал и сделал ее баракатной, благодатной, подобно тому, как Аллах, избрал Мекку для нашего пророка Мухаммада, сделал ее баракатной, благодатной, подобно тому, как Аллах, избрал мечеть пророка Мухаммада, в Медине и сделала его благодатной, Ибрахим, алейсалям, своей супругой Ислутом, алейсалям, вышли из Ирака и пошли в сторону Палестины и там начали жить. Да, за этот период они выходили в Мусор, выезжал Ибрахим, алейсалям, в Египет, потом возвращался в Мекку, потом опять всегда возвращался в Палестине и жил в Палестине. Сарат Ардан Лильмур Салин То есть это палестинская земля, это земля для посланников, там были все посланники. Ли Салихин, Ахли Таухид Эта земля для праведников, для единобожников. Все, кто следовало за посланниками, проживали именно в Исраиле, дети Якова жили на территории Палестины. Как сказал пророк Мухаммад в достоверном хадисе, суд это будет земля, откуда будут воскрешать люди. Судный день, где Аллах Субхану Таиле соберет, это именно земля Палестины. Из баракатов этой земли, уважаемые братья, то, что вся благодать, вся баракат Палестины распространяется на весь Шам, на весь Шам. почему? Пророк Мухаммад сказал, потому что пророк Саллаху Алейхи Вассалам сказал, поистине ангелы Аллаха расселяют крылья перед этой землей. Расселяют крылья перед этой землей, сказал пророк Мухаммад Саллаху Алейхи Вассалам. И этот баракат не только связан с наградой, то, что 500 наград за один намаз, то, что там благие деяния, то есть приумножается в 500 раз. Нет, даже баракат из, так скажем, плодотворной земляна. Ученые говорят, что если бы не было войн, не было сражений на этой земле, если бы там что-то сажали, посадить туда, то ни в какой стране бы не было столько бы урожая, как на этой земле. И Аллах, Субхану Талли, поклялся в Куране этой землей и сказал, Аллах клянется чем? Аллах клянется чем? Аллах клянется чем? То есть почему задается вопрос, почему Аллах Субхану Талли в суре Клянется инжиром, оливками, потом горой Синай и потом уже Меккой? Какая связь между оливками, инжирами, горой Синай и Меккой? Мфассиры говорят то, что Аллах Субхану Талли это земля Палестины. Там растут оливки, Там растет инжир То есть там был Иса, алейхиссалам Там был Иса, алейхиссалам Тур, сини, гора Синай В Египте Там был Муса, алейхиссалам Муса, алейхиссалам Заговорил с Аллахом И это Мекка безопасная То есть Аллах, супılmış, клянется Тремя религиями Клянется в этой Суре Клянется Аллах, субх tube Христианством Аллах, суп Alien already Клянется иудаизм Клянется Исламом То есть Аллах с своими религиями там, куда посылал посланников. Адьяны, самови, вот эти небесные религии. Самые лучшие оливки, которые могут быть, это которые прорастали на территории Палестины. То есть даже раньше предки еще, ученые, арабы говорили, если привозили им оливки, говорили, откуда это в Палестине? Самые лучшие, самые дорогие оливки из Палестины были. Потому что почему? Потому что эта земля баракатная, благодатная земля. Ибрахим, алейхиссалам, долго прожил на этой земле, Палестины, и умер там. Говорится, что он, вот этот город, местность, которая называется Халил, Халил и Ибрахим, Халил, именно там умер. Ибрахим, алейхиссалам. И там же умер Ибрахим, алейхиссалам. И Аллах, субханхайм, лучше об этом знает. После что, потом все прошли. Ибрахим, алейхиссалам, отец пророков. Был Якуб, алейхиссалам. Якуб, его зовут Исраиль. Бану Исраиль, это дети Якова. Якуб, алейхиссалам, Исраиль. У него были дети Исхак, Исмаил, алейхиссалам. У Якуба, алейхиссалам, Юсуф, алейхиссалам. У Ибрахима, алейхиссалам, были Исмаил, алейхиссалам, Исхак. После Исхака пришел Якуб, у Якуба, алейхиссалам, Юсуф. То есть все-все-все пророки. Поэтому Ибрахим, алейхиссалам, был Абул-Анбия. Юсуф, алейхиссалам, если бы его братья не выкинули бы его в колодец. То есть они проживали тоже на территории Палестины, Юсуф, алейсалям. Братья его выкинули в колодец, потом его продали в Египет. Продали его в Египет, потом, знаете, историю, пришли его родители, пришли его братья в Египет, потом они вернулись в Палестину. Опять вернулись в Палестину. Вернулись в Палестину, и Аллах, Субхану и Та'аля, говорит, после Юсуфа, алейсалям, когда вернулись через какое-то время, опять люди стали убивать пророков. Опять, когда Аллах послал посланников, они начали враждовать с ними. И так это продолжалось на протяжении много лет. То есть Палестина-то была благодатная земля. То есть там были пророки, там были посланники. То есть у Ибрахима, алейсалям, был Исхак, алейсалям, был другой сын, Исмаил, алейсалям, Исмаил, алейсалям, остался в Мекке. От Исмаила, алейсалям, никакого пророка не было, кроме Мухаммаду, алейсалям, через несколько веков. И вот это Баню Исраиль, то есть Аллах послал постоянно пророков, посланникам, тысячи-тысячи посланников. То есть кто-то, были те люди, которые следовали, были те люди, которые враждовали с пророками. То есть как только они начинали какой-то фасад, какое-то нечисть распространять на земле, Аллах, Субхану и Тааля, посылал им пророка. Они убивали пророков, убивали посланников. Даже на горе, которая находилась в Палестине, Баню Исраиль, убили 70 пророков. Сразу убили 70 пророков. И Аллах, Субхану и Тааля, об этом в Коране сказал, Всевышний Аллах, Субхану и Тааля, говорит, каждый раз, когда вам приходил посланник от Аллаха, но он приходил не с тем, что хотят ваши страсти. Вы проявляли высокомерие. Из вас были люди, которые не уверовали, куфр сделали в посланника. И некоторых из пророков вы считали лжепророками, то есть не веровали в них, и группа людей убивали пророков, говорили, Субхану и Тааля. Поэтому сколько раз, сколько раз, было вот это, от Баню Исраиль, постоянные вот это войны, постоянные убийства пророков, посланников, не веря. Аллах, Субхану и Тааля, другого посланника посылал. Кто-то за ним следовал, кто-то за ним следовал. Это все было на территории Фалестина. Фарс, Аллаху Субхану и Тааля, И когда вот они вот проявляли некую высокомерие на земле, нечесть на земле, враждовали с пророками, убивали пророков, Аллах, Субхану и Тааля, посылал им тех, которые их успокаивали, которые сражались с ними из персидских стран, из римлян, из даже идолопоклонников. И был такой мухтансар, который уничтожил Баню Исраиль за то, что и прогнал их оттуда, за то, что они враждовали с Аллахом, Субхану и Тааля, за то, что они убивали посланников. То есть посылал им тех правителей, которые, так скажем, успокаивали этот народ. То есть каждый раз, когда они проявляли высокомерие, каждый раз, когда они предавали Аллах, Субхану и Тааля, убивали пророков, Аллах, Субхану и Тааля, посылал им тех, кто наказывал их, чтобы они, именно там, на территории Палестины, как бы Аллах, Субхану и Тааля, хотел сказать им, показать тем всем, что эта земля святая для единобожников, это не земля для преступления, не земля для многобожия, для идола поклонничества и для высокомерия. Когда они делали тяубе, возвращались к Аллаху, Аллах, Субхану и Тааля, оставлял им, давал им баракат, проживали на этой земле. Когда они возвращались на неверие, на некую вот эту вот греховную жизнь, на распространение нечисти на земле, Аллах, Субхану и Тааля, их наказывал. Как Аллах в Коране сказал, в сурате Исра, «Ва ин уттум удана». Если вы вернетесь, опять вернетесь к тому, что будете убивать пророков, вернетесь к тому, что отдалитесь от Всевышнего, будете проявлять высокомерие, вульм, притеснение, то я тоже вернусь, говорит Аллах, Субхану и Тааля, со своим наказанием. Об этом сказал, Субхану и Тааля, в сурате Исра. То есть вот так вот было на протяжении. Аллах послал пророков, послал посланников. Потом пришли Фараина. То есть Бану Исраил, они были, кто-то остался в Палестине, кто-то был в Египте, правили Бану Исраил в Египте, пришел Фараон и отдалил их, Бану Исраил от хукма, от власти в Египте. И следователи фараона взяли их в рабство. Те, кто Фараон отдалил их, сделал их слабыми. И Аллах послал пророка Мусу, и Аллах послал пророка Мусу, и Аллах послал пророка Мусу, фараон увидел во сне, то, что страны Байт-макдис, страны Иерусалима, Палестины, во сне увидел огонь, и этот огонь дошел до его, достиг его Касра, его замка и сжег его замок. Видел такой сон. И именно этот огонь был Муса, алей-иссалям. Мин бани Исраил, из бани Исраиля. Был Муса, алей-иссалям. И мы знаем то, что Аллах, субхану ва-те-Аля, длинная история фараона, фараона с Мусси, алей-иссалям. Аллах, субхану ва-те-Аля, посредством Муса, алей-иссалям, утопил фараона. И, аль-хамду-ля, опять у бани Исраиля вернулась к ним, сила вернулась к ним власть. Когда Аллах, субхану ва-те-Аля, утопил фараона, Муса, алей-иссалям, собрал бани Исраиля и начал возвращаться опять в Палестину. Вот на эту барокатную землю, которая принадлежит ахлюль-иман, которая всегда была из поклонников для тех, у кого есть иман единобожником, те, кто следует за пророками, за посланниками. Хотел вернуться, Муса, алей-иссалям, вместе с Бану Исраилем в Палестину. Дальше что, субхану Аллах? То есть, представляете, сколько они прошли испытаний во время фараона с Муса, алей-иссалям, в Бану Исраиле. Когда приблизились к Палестине из Египты, когда Муса, алей-иссалям, возвращался с Бану Исраил, там были народы, которые, те же самые народы, которые, высокомерный народ, которые безбожники, которые уже захватили Палестин. Муса, алей-иссалям, сказал, мы хотим освободить Палестин, нужно приготовиться к бою. И тогда нужно очистить Палестин, и чтобы там, аль-хамду лля, заново распространилась вера в одного Бога на территории Палестины. Как вот этот народ, который был с Муса, алей-иссалям, что они ему сказали? Что ему ответили? Муса, нет, мы не пойдем. Иди ты со своим Господом и сражайся, а мы тебя тут подождем. Представляете, как было тяжко на сердце Муса, алей-иссалям. Наби Аллах, Муса, алей-иссалям, якуль, Муса, алей-иссалям, пророк Аллах, говорит, то есть, легко, не нужно там что-то премного прилагать усилия. Как только вы зайдете в двери Палестины, все, вы сразу победите. Аллах, субханалу и салям, они об этом оповестил. Но они не отостались, не пошли с Муса, алей-иссалям, то есть, Муса, алей-иссалям, сказал, зайдите в Палестину, и Аллах, тааля, даст помощь. Когда Аллах увидел у них в сивых сердцах страх, Аллах, Аль-Джубин, увидел в их сердцах некий вот этот страх, трусость, Аллах предопределил им бродить по земле 40 лет, Бану Исраилу. 40 лет в пустыне между Египтом и Палестином, Палестиной 40 лет вот так вот бродили Бану Исраил. Муса, алей-иссалям, был вместе с ними. Аллах в Коране говорит об этом. 40 лет они бродили по пустыне. Муса, алей-иссалям, был с ними. Но, однако, вот даже если мы, когда братья, читаем Сурату Аль-Бакара, и все рассказы Муса, алей-иссалям, с Бану Исраил, вот это все было не с посылания истории Сурату Аль-Бакара между Муса, алей-иссалям, и Бану Исраил в тот момент, когда они 40 лет вот так вот бродили по земле в пустыне между Египтом и между Палестиной. Когда приблизилась смерть Муса, алей-иссалям, еще 40 лет не прошло. То есть Муса, алей-иссалям, просил у Аллаха дуа О, Аллах, приблизь меня в Палестине. Вери меня в Палестину. Почему? Потому что у всех пророков сердца скучает по этой местности, по этой баракатной земле, которая упомянута в Куране, которая упомянута в хадисах, посланник Аллаха, саллаллаху алей-иссалям. Не было открытия Байт Макдиса и не было открытия Палестины. И там его похоронили неподалеку от Палестины. И пророк Мухаммад, саллаллаху алей-иссалям, когда был у него Исра, то, что он видел его могилу, и сказал сахабам, если бы я хотел, я показал бы его могилу. Я видел могилу там, где Муса, алей-иссалям. Матик Муса, алей-иссалям, ва джа юша ибнанун. То есть мы сейчас с вами изучаем историю, которую мы все должны знать. Третья Кибли. Палестина. Меджид-эля-кса. Муса, алей-иссалям, умер. После него пришел пророк Юша ибнанун. По-русски говорит Иисус Навин. Он был пророком, не был постанником, следовал за религией Муса, алей-иссалям. А Харун, алей-иссалям, до него умер. Кана Амиран, алейхим. Ва сара, фэтху Фалестин, марратин ухра. То есть он был правителем Юша, он пророк Юша, алей-иссалям, он был правителем Набану Исраил, был пророком. Было открытие Палестины заново. И Юша, алей-иссалям, сказал, Бану Исраилу говорит аят в Коране. Если вы зайдете в дверь Палестины, то зайдите, делайте земной поклон и скажите хитта. То есть Аллахумма хатта хатаяна. Хитта, то есть слово хитта. О, Аллах, прости нам наши грехи. С такими словами заходите в Палестину, сделайте земной поклон. Вот этот народ, который был с Юша, они начали издеваться. За место хитта говорит хинта, зерно. То есть так вот хинта переводится зерно. Хитта, прощение и греху. Хинта, некое такое слово пшеница, зерно. То есть так начали дразнить Юша, алей-иссалям. То есть некое такое издевательство было над пророком Аллахом, субхану ва-та'аля. Аллах, субхану ва-та'аля, дал открытие Палестины. Аллах дал им открытие. Они зашли в Палестину, в Палестину. Но однако то упрямство, которое было в их сердцах, высокомерие, не давало им спокойно жить. Приходил Аллах, субхану ва-та'аля, после юша, посылал пророков, пророков. Когда посылал пророков, они не уверовали в него. То есть все, они достигли цели, зашли, но религия им не нужна была. Они хотели делать там свои вещи, которые запретил Аллах, субхану ва-та'аля, заниматься расточительством, харамными вещами друг перед другом, делать фасад. И каждый раз, когда Аллах, субхану ва-та'аля, посылал пророка, они не веровали. Ты не пророк, не враждовали с ним. Как гласит история Кур'ана, как гласит история других небесных книг. Дауда, алей-салям, потом Аллах послал пророка Дауда, Давида, Дауда, алей-салям. Они полюбили его, Дауда, алей-салям. И он был Хакимом, был правителем среди них. И заново вернул им в Палестину. Потом пришел, то есть Сулейман, построил хейкл, вот этот храм Соломона. Поэтому вот здесь вот с точки зрения ислама, вообще Мяджиду Акса, она еще была построена ангелами, до того, как построил Сулеймана, потому что пророк Мухаммад, в хадисе Абу-Дзар, Абу-Дзар спросил пророка Мухаммада, саллаллаху алей-салям, какой первый храм был вознесен для людей? Пророк Мухаммад, саллаллаху алей-салям, сказал, Мечеть Аль-Харам в Мекке. Потом спросил Абу-Дзар, а потом какая мечеть? Мечеть. И тогда Абу-Дзар спросил, а сколько было лет между Мечетью Аль-Харам и Мечетью Аль-Акса? Что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алей-салям, 40 лет. Мы знаем из Кур'ана, то что Ибрагим, алей-салям, то есть вначале ангелы построили Каабу, потом построил, строил Адам, алей-салям, потом строил Ибрагим, алей-салям, но Ибрагим, алей-салям, не с нуля строил. Аллах что сказал? Не строил Ибрагим, и верфаул каваида минал-байт. Восстанавливал что? Каваид. Именно вот этот вот фундамент был, он строил, получается мечеть уже была. После этого, то есть построили ангелы, построил Адама, алей-салям, через 40 лет Ибрагим, алей-салям, переселился в Фалестину, построил Мечит-а-Ла-Кса. А Сулеймана, алей-салям, после Ибрагима, алей-салям, только был через 900 лет. То есть получается, ангелы построили Мечит-а-Ла-Кса, потом построил Ибрагим, алей-салям, мечеть, потом уже Сулеймана, алей-салям, Сулеймана, алей-салям. После Сулеймана, алей-салям, Аллах послал им пророка Закария. Закария, алей-салям, все это происходило на территории Фалестына. Забахуху, ахуа фишажара. Они его убили, зарезали, когда он был рядом с деревом. Ваджа-ибнаху Яхья, пришел Яхья, алей-салям, его сын. Фанахаруху, во время молитвы они его зарезали, пророка Яхью. Ваджа-ибнаху Яхья, алей-салям, потом пришел последний пророк, посланник на эту территорию, Баню Исраиль, пророк Иисус, Иисус, алей-салям, последний пророк Баню Исраиля. Фадахалу, алей-хилбайт, ли ягтулю, они знаете историю, хотели найти его объединить с римлянами, найти, где находится Иисус, алей-салям, его предал Иуда, Игуда лас-хар-юлты, чтобы убить Иису, алей-салям, но Аллах, субхану и аль-хиллу, вознес его к себе и сказал, «Ва ма каталу-ху, ва ма салабу-ху, ва ла канг шуббиха лахум, баррафа ауаллаху илейх». Его не убили, его не распяли, им показалось, Аллах поменял облики Иуды с Иисус, алей-салям, и Аллах вознес Иису, алей-салям, к себе. Сумма, بعد Иису, алей-салям, жан-набийну Мухаммад, саллаху и алей-салям, теперь вернемся к этой предыстории, теперь пророк Мухаммад, саллаху и алей-салям, после пророка Айиса, алей-салям, пришел пророк Мухаммад, саллаху и алей-салям, и сказал, он был в Мекке, но, однако, почему говорил часто пророк и сахабам про бейту и макгдис, чтобы сердца были привязаны сахабов с этой мечетью Аль-Акса. Не так, как на сегодняшний день некоторые из мусульман даже не знают историю мечеть Аль-Акса, или некоторые говорят, она такая же, как и все остальные мечети. Пророк Мухаммад, саллаху, алейхиму ассалям, привязывал сердца сахабов с мечетью Аль-Акса. Не анна хази ла арду мубарака, потому что это благодатная земля. Земля Аллаха, арду ла анбия, ва атбайм, это земля святая. Земля посланников, пророков и тех, кто следовал за ним. Пророк Мухаммад, саллаху, алейхиму ассалям, Аллах, субхану атеаля, хотел связать сердца между мечетью Аль-Акса, Иерусалимом, Палестиной и между сахабами. Бейна ал-мазжиды Аль-Хараму, а бейна ал-мазжиды Аль-Акса. И также между мечетью Аль-Харам и между мечетью Аль-Акса. Как Аллах связал первым аятом в сурате Аль-Исара. Это было одно из великих событий, одно из великих событий было у мусульман, когда Аллах, субхану атеаля, сделал переселение пророка Мухаммада, саллаху алейхиму ассалям, из мечети Аль-Харам, из Мекки, в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Аллах, субхану алейхиму, причист от того всего, что наговаривают на него, который сделал переселение из мечети Аль-Харам пророку Мухаммаду, саллаху алейхиму ассалям, мечеть Аль-Акса. Та мечеть, которая благодатная, баракат есть вокруг этой мечети, чтобы показать знамения мусульманам, чтобы показать знамения пророку Мухаммаду, саллаху алейхиму ассаляму. Вы знаете то, что Аллах, субхану атеаля, там поставил имама нашего пророка Мухаммада, саллаху алейхиму ассаляму, среди всех остальных пророков. Тогда Джибриил, алейхиссалям, принес два сосуда пророку Мухаммаду, в одном сосуде было молоко, в другом вино, и сказал, выбери. Пророк, алейхиссалям, выбрал молоко, и сказал Джибриил, алейхиссалям, ты сделал правильный выбор, который из природы есть возложен к человеку. Если бы ты выбрал вино, тогда бы ты сбился, и твоя умма сбилась бы, сказал Джибриил, алейхиссалям. После того, как вернулся пророк Мухаммад, сердца сахабов еще больше были привязаны к этой мечети. Даже пророк, алейхиссалям, собрал войско, чтобы было открытие Иерусалима, и даже поставил полководца Усама и Бенезейда, но не дожил до этого пророк Мухаммад, перешел к Аллаху. Потом Абу Бакр, рада Аллаху, был правителем, сайяра л-джи-юша и тигаха Шам, ли фатхи л-тил кал-арады л-мубарака, ли ваўди набиўим, салалаллаху алейхиссалям, би хадда, ваўдсахума алейхи, лакин тавафааўу Аллаху Абу Бакр, вафатаха баўдал билады Шам, ва кана фи киядая Халибин Валид. И Абу Бакр, рада Аллаху альху, так же хотел исполнить то, что хотел сделать пророк Мухаммад, салалаллаху алейхи вассалям, тоже направлял войска, был открыт Шама, открыли в Ираке, открыли Ирак, Сирия, но до Палестини не дошли. Умер Абу Бакр, рада Аллаху альху. И потом уже, когда был правителем Умар, Умар, рада Аллаху альху, тақаддама тиль-джи-юш, тақадама тиль-джи-юш, он продвинулись войска мусульман, во время проведения Умар, рада Аллаху альху, четыре месяца они сражались, продвигались, и Аллах дал открытие, бейтул-Мақдиса, зашли верующие мусульмане с такбиратами, вернулись эти земли к ахлу леймана, к единобожникам, то есть тогда Умар, рада Аллаху альху, не был, зашел Халид бин Валид, то есть он пришел с Ирака, зашел Халид бин Валид, и тогда они ждали, когда зайдет правителю, и хотели дать ключи от бейтул-Мақдиса никому иному, кроме как правителю. И тогда позвали Умара бин Хаттаба, Умар бин Хаттаб шел всю эту дорогу на своем верховом животном со своим помощником верхом, когда помощник уставал, он спускался, сажал его, по дороге его вот это накрыло пыль, песок, и когда они заходили в Палестину, на верблюдеце был его помощник, и он тянул за собой, там был Абу Абайда, был Халид бин Валид, и вот в таком положении, то есть представляете, Умар, правитель верующих мусульман, открыли бейтул-Мақдис, верблюдеце его помощник, его прислуга, он тянул за собой, Субханалла, тянет верхового животного весь в пыли, Абу Абайда это сказал, «Я, Умар, лаура, кипта маркабан гайра хада, ва лабиста сау бен гайра хада, таста кбилу ма тарикар руму, ма тарикар руму». Он говорит, «О, правитель проверных, если бы ты поменял одежду, другое взял бы верховое животного, тебя же сейчас будут вот эти правители Рима встречать, ты наш Амир». И тогда Умар, рада Аллаху аняху, «Я, Убайда, лау гайру каллаха, я, Аба Убайда, о, Аба Убайда, если бы я слышал эти слова от кого-то помимо тебя, не ты бы мне эти слова сказал». И потом сказал красивые слова, известные слова Умара, рада Аллаху аняху, мы тот народ, который Аллах возвеличил нас посредством Ислама. Если мы будем искать почет в чем-то другом помимо Ислама, тогда Аллах, субханалу, нас унизит. Тогда Умар, рада Аллаху анях, зашел, и еще вроде есть время. Умар, рада Аллаху анях, зашел, встретил его патриарх Сафронис, и он что, спросил, где находится Меджид Аль-Акса, когда ему показали, он почистил мечеть Аль-Акса, то есть там было это место, где была свалка, он почистил все, прочитал два раката намаза, и тогда Амара Билал, повелел Билалу, рада Аллаху аняху, сказать азан. Билал уже в эти, долго не говорил азан, уже был старым. Он говорит, скажи азану Билал. Билал говорит, я уже старый, говорит азан, о правительстве проверенных. Говорит, скажи азан. Билал, рада Аллаху аняху, сказал азан, и сахабы заплакали. Вспомнили пророка Мухаммада, как он скучал по этой местности, по Палестине, по Меджид Аль-Акса. Но Аллах, субхану аняху, дал ему возможность прочитать в этой мечети намаз. Аль-хамду лиллях, пророк Мухаммад, салаллаху аняху асалям, прочитал в этой мечети, когда была Исара. Тогда уже все, аль-хамду лиллях, почистили, начали строить мечеть. Умар, далаху аняху, нашли хачап, нашли дерево, из этого дерева построили, как смогли мечеть, на три тысячи молящихся. Потом уже Абдул-Малик Миммаруан уже заново построил, это уже расширил мечеть. Много уфудов, много делегаций начали приходить. Потом уже крестоносцы, было сражение, то есть крестоносцы захватили, захватили мечеть Алякса, и потом Салихуддин Айуби обратно вернул Нажид Алякса. То есть, было правление Абдул-Малик Миммаруан, построил мечеть Алякса, то есть расширил ее, построил мечеть Сахра, Нажид Алякса. Это был период Амиядов. Потом во время Абдул-Малик Миммаруан продолжалось это все было, это мечеть Алякса у мусульман. Потом во время Фатимитов, это в 1095 году, Деймонд тогда зашел с войском, 1500 всадников и 20 тысяч мужчин, их мужчины зашли, сражались, то есть 40 дней сражались, и тогда вот этот правитель, тут вот и потеряли мечеть Алякса, забрали. То есть задается вопрос, где был в этот момент правитель? Как так произошло? Они заплатили ему деньги. Что они заплатили ему? Он заплатил им деньги, чтобы его не трогали, его приближение не трогали, и вот так вот забрали, забрали обратно Маджид Аль-Акса, Маджид Аль-Акса мусульман. То есть правили там, также правили Аль-Тирак, Давлю Утсмани, османский период, то есть правление было. Самое интересное, когда был Абдул-Хамид, правитель Абдул-Хамид, когда ему предлагали деньги, чтобы купить кусочек из Палестины, правитель Абдул-Хамид говорил, лучше вы меня разрежьте, это легче будет для меня, чем продать какой-то кусочек вам, продать кусочек Палестины. И в последок, что хотелось уже потом, в 90-е... То есть забрали вот это вот Маджид Аль-Акса, и когда забрали Маджид Аль-Акса, то есть также хотели вот этот, деймонт хотели напасть на Мекку, но у них этого не получилось. То есть во время Маликов, во время османский период, Мухаммад Али был также правителем Палестины, потом французы хотели, когда забрать у них это, тоже не получилось, потом уже британцы, уже в 1917 году зашли в Кудс, Форбе поставили там, и в 1948 году уже Сахайна, уже сионисты, уже они назвали, как бы это государство их страной, западную часть, и в 1967 году уже восточную часть также они присвоили себе. Вот это вот такая история, история Фалстын, история Байт-Уль-Макдис, история Маджид Аль-Акса. Каждый мусульманин, каждый верующий должен знать это, и знать то, что это вторая мечеть после Маджиды Аль-Харам, также знать, что это третий кибли мусульман. И Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум салам, сказал то, что за один намаз там пятьсот наград, и посланник Аллаха, салаллаху алейкум салам, сказал, то есть человек не должен собирать свои чемоданы, то есть в какой-то путь выходить с намерением, чтобы поклоняться, кроме как в триместности. Мечеть Аль-Харам в Мекке, мечеть Пророка Мухаммада, салаллаху алейкум салам, в Медине, и мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Просим Аллаха, субхану алейкум салам, чтобы дал нам пользу из того, что мы слышали. Еще раз повторюсь, в эти дни еще больше делаем дуа, чтобы Аллах, субхану алейкум салам, дал нам возможность всем почитать намаз в Медине. Салаллаху алейкум салам.